Мы начинаем наш сегодняшний эфир. Тут много, я смотрю, знакомых лиц, друзей. Я вас всех приветствую. Гера Дергачев, Паша Пискарев. Очень рад, что вы с нами и всех-всех-всех остальных. Я Владимир Майков. Я кинорежиссер, а также трансперсональный психолог и психотерапевт, а также философ. Я старший научный сотрудник Института философии. Его даже 30 лет. Доцент Московского института психоанализа, где руковожу трансперсональным образованием. Ну и также вместе с друзьями и коллегами я в мире трансперсональной психологии и служу президентом ассоциации нашей. Наш сегодняшний эфир вместе с выдающимся ученым, пламенным двигателем нашего трансперсонального движения, с основателем ассоциации, членом президиума Владимир Васильевичем Козловым, профессором Ярославского университета, заведующий кафедрой социальной психологии. Но это все мелочевка. Самое главное то, что Владимир Васильевич создатель и вдохновитель научной школы интенсивных интегративных психотехнологий, где колоссально невообразимая вообще для размеров России работа проделана. Именно в области исследования сознания, его глубин, экстремальных ситуаций, там, где вот эти необычные расширенные холотропные состояния сознания работают лучше всего, и это на научной основе. Владимир Васильевич, я рад, что мы с тобой снова вместе, последний раз на конференции, ну и также перезванивались, общались, болтали. Ты хочешь что-то сказать во вступительном слове? Ну, я могу сказать, что интенсивная интегративная психотехнология, они возникли еще в начале 90-х годов, вот, и в конце 90-х годов я уже больше все-таки презентирую направление, которое называется интегративная психология. Вот, ну, что касается трансперсонального проекта, ну, да, вот, во многих, так сказать, современных учебниках, таких вот дискорсов трансперсональных, ну, вот, сегодня вы встречаетесь с двумя патриархами трансперсонального движения. Это Владимир Валерьянович Майков, он тоже из Ярославля, так же, как и я. С Волгимой? С Волгимой, да. Но он сейчас сидит в Москве, а я все еще сидел вот на Волге, буквально, вот, где-то 40 метров от Волгии. Какой у тебя прекрасный вид, наверное, на эти просторы, на тающий снежок, на берега. Вот, значит, тающего снега у нас это проблематично. Снег хорошо лежит. Хорошо. Это тоже хорошо. А так-то по холоданию. Вот. Что касается вообще трансперсонального движения, конечно, это было в 80-е годы, и, конечно, трансперсональное движение, вот, так называемая пятая волна психологии, вот, она возникла у нас, формировалась в 90-е годы, 30 лет назад. И как раз скоро-скоро, вот, в октябре, опять-таки на Волге, мы будем проводить конференцию, которая посвящена 30-летию трансперсонального движения в России. И я вас, предваряя, так сказать, нашу, вот, наше путешествие, вот, на наши распаковки, вот, приглашаю, вот, в Геево городище, вот, тут недалеко ряд, там, пониже по Волге, вот, великолепный пансионат со всеми великолепными условиями, и самое главное, там огромное место для мужчин, которые будут приезжать, вот, то есть с Харковкой проблем нет. Приезжайте, есть где жить. Невероятное, потрясающее место, да, и конференция 20-я, юбилейная. Так что мне и Володе, мы два члена как раз оргкомитета этой конференции, присылайте заявочки, если хотите уже что-то доложить, рассказать, представить, показать, познакомить, закрутить, охмурить и так далее. То есть, вот, поделиться всей своей жизнью. Пожалуйста, уже можно присылать. Конференция будет в начале, первые выходные октября, три дня. Первые, да, выходные, пятница, суббота, воскресенье. Не помню сейчас точно. Да, и, конечно, я буду, как всегда, выпускать много литаревских проектов, и они будут участвовать в связи интегративной психологии и трансперсиональной психологии. Так что, если вы хотите показать свой ум, свое мышление, как вы понимаете, вот, трансферсиональный проект в культуре, то, вот, присылайте свои сообщения. Они будут, как бы, очень разного формата, там есть формат до трех страниц, но это для тех, кто, для кого, там, Кравковская сестра Талабута. Ну, а для тех, кто хочет мыслить более широко, там есть объем до 12 страниц, то для тех, кто совсем хочет мыслить хорошо, мы будем выпускать совместную, большую, вот, монографию коллективную, вы можете дать главу, где-то, монографию по трансперсиональной психологии. Замечательно. И это было красиво, да. Так что, мы приглашаем вас на это знаковое юбилейное событие в прекрасное место. Я уже посмотрел даты, проверил с 1, 2, 3 октября основная часть. Может быть, мы еще подумаем, может быть, мы что-то спереди и сзади конференции сделаем какую-то практическую часть, скажем, однодневный интенсивный семинар по какому-то дыханию, как в старые добрые времена. Мы ведь с Владимиром Васильевичем были ветеранами еще и вот самой зари этих движений в России. Я вообще в трансперсиональном подполье с 80-го года, в этом году я познакомился с московским трансперсиональным подпольным кругом людей и получил из рук переводчика книжку Грофа области человеческого, бессознательного. Так что долгое время варился вот в этом подпольном круге. А с Владимиром Васильевичем мы познакомились уже на одной из первых международных конференций по свободному дыханию. По-моему, 90-й или 91-й год. Вот тогда вот мы у тебя в комнатке, помню, засели. Это 91-й год, да. Да, наверное, и сразу же договорились о совместном семинаре в Ярославле и начали писать первую совместную книгу, которых вышло несколько, как вы, наверное, знаете. И вот в начале этих книг вот в последней книжке трансперсональный проект это Леймотив, это такая большая панорама истории человечества как истории трансперсонального проекта в культуре, под которым мы понимаем совокупность знаний и практик о том, как мы выходим за пределы знакомого, как мы вступаем в контакт с безграничным, как мы прокладываем туда коммуникативные тропы и практические, и знанческие коммуникативные тропы делая масштабные исследования. Так вот, панорама всех эпох. То есть мы для того, чтобы показать, что такое современная трансперсональная, интегральная, процессориентированная психология и так далее, вот все родственные школы, поместили эти школы вот в историческую линию преемственности трансперсонального проекта в культуре. Это условное название, конечно, я объяснил, что это означает. И вот когда мы давали вот эту репрезентативную историю, мы, конечно же, отмечали, что ключевым для понимания трансперсонального проекта в культуре является необычное состояние сознания, которое имеет тоже много синонимов. Иногда их называют измененными состояниями сознания. Но американцы не очень любят сейчас этот термин, потому что altered states of consciousness имеет также значение кастрированный, то есть когда кастрировали животных, то это на сленге altered. Поэтому используются многочисленные синонимы, состояние сознания, шаманские состояния, холотропное состояние сознания, использует Стенгрофф очень часто. Ну, поэтому, когда мы говорим необычное состояние сознания, мы имеем в виду весь этот спектр переживаний, известных, исследуемых и применяемых человечеством. И вот что важно здесь, я пару слов скажу, а потом Владимир Васильевич продолжит, что, во-первых, необычное состояние сознания является действительно важнейшим ключом к здоровью, как к психосоматическому, так и к психологическому здоровью. И древнейшая медицина это работа и использование этих состояний сознания. Например, древнейшие пантеоны греческого бога исцеления. Да? Помните, вот эти знаменитые амфитеатры в Древней Греции, может быть, кто-то был в них. Асклепион они называются, потому что Асклепий, бог исцеления, приходил к грекам, которые приходили в эти многотысячные асклепионы во время сновидений, ночью, и исцелял их от всех болезней. То есть, древнегреческая медицина в своей основе была внутренней медициной. Сейчас мы назвали бы ее психотерапией или терапией души в более широком смысле. И это происходило через сновидческие состояния сознания, вид измененных состояний сознания по сравнению с обычными нормальными дневными состояниями. В Древней Греции была традиция, которая продолжалась полторы тысячи лет, эллифсинских мистерий. И через эллифсинские мистерии прошли все выдающиеся греки. Можно было проходить через мистерии только один раз в жизни. И по свидетельствованию, сохранившимися до нашего времени, за участие в мистерии, греки познавали истинную природу реальности, выходили на прямой контакт с богами, подключались к вознейшим ресурсам всей вселенной. То есть одного раза такого переживания хватало для того, чтобы раскрыть талант Платону, Гесиоду, Гомеру и всем другим великим грекам, известным нам. Шаманские состояния сознания. Основа шаманского транса – это экстаз. Это камлание, выход в мир духов из обычного переживания, нормального состояния, где есть материальные объекты, где дерево – это дерево, в мир духов. Где дерево – не только дерево, но это дух дерева, дух озера Байкал, дух горы, дух вселенной, дух любого животного. И тогда дух шамана мог вступать в контакт, ну, душа с душой говорит, с духом всего в этом мире. Заключать союзы, использовать ресурсы. Например, дух коровы мог рассказать, где она, корова, потерялась, и люди уже в обычном мире находили ее и приводили домой. Так что это древнейшая практика, которой 50 тысяч лет. Ну и, конечно же, в современности нам известно, что необычные состояния сознания связаны прежде всего с творчеством, с открытием, вхождением нового в наш мир. Все новое приходит в форме новых состояний, новых переживаний, новых инсайтов и прозрений. Поэтому мы могли бы обобщая сказать, что необычное состояние сознания – это ключ к познанию нового, ключ к обновлению мира, ключ ко всем инновациям, то есть к обучению и так далее. И недаром в школе Владимира Васильевича Козлова столько много исследований, столько много защищенных кандидатских и докторских диссертаций, которые связаны с этой темой. Володь, продолжи, пожалуйста, что ты считаешь вот здесь еще важным? Спасибо, Володя. Вот я сейчас вспомнил, как мы проводили с тобой Сахарев, вот это там у нас был семинар по холотропному дыханию, вдвоем проводили, вот, 5-дневку. Я помню, как мы с тобой гуляли, значит, по тропинкам, по лесу, вот, и у нас возникла удивительная красота и метафора парного полета холонавтов. Вот, сидр, вот, и дышащий, и что вот они двое двигаются, летят к холосу. И когда я начал тебя слушать, у меня возникло вот это переживание, вот прет мужика. Вот прет. Вот, как он гуляет по пространствам. Тут шаманизм, тут полотон, тут мистерия, тут, тут, тут. И вот все распаковывается, расширяется. И я так думаю, что вот метафора вот этого парного полета холонавтов, она очень точная. Мы сегодня как раз вместе полетаем к холосу, к целостности. И в том числе, наверное, к эвристической целостности. И что касается вообще трансперсонального проекта в культуре, конечно, это не только шаманизм, это не только язычество. И это не только древнегреческая философия с их мистериями и, по большому счету, с их экспериментами. Все-таки трансперсональный проект он намного более многомернее, многокультурнее, многоаспектнее. То есть, если говорить о трансперсональном проекте и там забыть, например, буддистскую философию, буддистские путешествия Девять Кьян, как особое, я бы сказал, пространство путешествия души. Если мы будем, опять-таки, забывать там средний такой вот путь, там, бейдань и нейдань, даосизма, если мы будем там забывать, опять-таки, огромные мистерии, которые существовали в христианстве, в иудаизме, в конце концов, в суфизме и так далее, и так далее, и так далее, картина, картина трансперсонального проекта, она будет, ну, как бы вам сказать, вот куцей. Нужно понимать, что трансперсональный проект является основой развития духа в любой народности, любой культуре. это универсальный принцип открытия, открытия мира и так-то антологии, психологии бытия. И вот только в таком отношении, в таком понимании трансперсональный проект распаковывается и, я бы сказал, выявляется перед нашим мышлением в своей полноте. И в этом отношении, конечно, у нас есть достаточно хорошие, такие хрестоматийные дискурсы. И вот Володя уже говорил о трансперсональном проекте культуры, российский трансперсональный проект и зарубежный трансперсональный прием. Как раз вот этот духтомник является такой маленькой хрестоматии, неким обзором того, что происходило в человеческой цивилизации. И особенно все-таки цивилизация до осевого времени и после осевого времени. И если говорить об основе, да, в информационном отношении вот этот духтомник, он слегка раскрывает многомерность трансперсонального проекта. Но само исследование трансперсонального проекта, он имеет не только вот этот большой охват, но он еще имеет и глубину. Что касается глубины трансперсонального проекта, то здесь мы, конечно, всегда сталкиваемся с глобальной проблемой. Проблемой того, что распаковать глубину трансперсонального проекта мы, к сожалению, не можем в силу своих, извините меня, интеллектуальных возможностей, когнитивной сложности в мышлении не хватает. С другой стороны, дефицита времени, в конце концов, если даже там слегка соприкоснуться с буддизмом, Махаяна, Хинаяна, Ваджраяна, они все требуют, по большому счету, усилий жизни для того, чтобы понять, вот я бы сказал с легкую полноту. Деосизм требует жизни, чань-буддизм требует жизни, но в конце концов, в конце концов, если даже, извините меня, распаковать миры Платона, для того, чтобы их распаковать, недостаточно Левцинской мистерии, и, я извиняюсь, недостаточно даже путешествия в храме Деметрии. Для этого нужно глобальное усилие работы с текстами, очень сложными текстами, и с очень сложным мышлением, которое распаковал когда-то вот этот великий Платон. и стремясь к мудрости, по большому счету, к фронезису. Володя, а помнишь, помнишь, как приехал в 2001 году Станислав Гров на Конгресс Европейский по психотерапии? И была Европейская конференция по психотерапии, там было представлено порядка 50 различных секций психотерапии. И нам выделили на трансперсональную психотерапию комнату, как и для всех, мест на 40. Но когда началась наша секция, председатель Станислава Кристина Гров, то туда выстроилась длиннющая очередь желающих в коридоре, и профессор Макаров был вынужден дать нам большой конференционный зал, и как выяснилось, я потом посчитал специально, на секцию трансперсональной психотерапии, которые руководили Гров и пришли примерно половина всей конференции, а на 39 других направлений оставшаяся половина. И вот тогда я понял, насколько в России большой интерес к этой теме, ну и, конечно, фигури Гров, разумеется, я никогда не забуду, когда он приехал в Россию в 98-м году, нет, извини, в 89-м году в третий раз я тогда лично с ним познакомился и провел сессию галлотрубного дыхания, а перед этим была лекция в ней психиатрии, и, кстати, эта лекция была посвящена названию лекции Грофа «Целительные возможности необычных состояний сознания», и он знал, что говорил, потому что, ну вот, в настоящее время Грофу в этом году 89, в следующем юбилее, 90, и 65 лет своей жизни он посвятил исследованию необычных состояний сознания, исследованию, проверке их места роли в культуре, и, помнишь, мы издали сборник «Холотропное дыхание», история, исследование, современное состояние, где были твои статьи, твоя статья с Юрой Бубеевым, Юрий Аркадьевич Бубеев, профессор, соавтор Владимир Васильевич, член тоже президиума нашей ассоциации, выдающийся физиолог, психофизиолог и медик, исследующий необычное состояние сознания, изобретатель ксеноновой, кстати, терапии, исследователь, я не знаю, сейчас он вернулся от Далай-Ламы, с Гималаев, где он... Он вернулся, да. Только что в большой-большой командировке. Они сейчас завершают этот проект исследовательских медитаций, ну, буддинских медитаций, ну, так называемые ниродхи, кто вот разбирается в практиках, хорошо, я думаю, представляет, что такое ниродха. Вот. И... Я очень хорошо помню эту конференцию, вот. Почему? Потому что я приехал с Байкала, вот, по дороге купил рубашку и галстук. Вот. И... Я очень хорошо помню выступление Грофа и с чего он начал и как это все было, как это все происходило и какая была реакция вот этой конференции. И, конечно, конечно, я могу точно сказать, что мы так-то во многих смыслах вот в тот день, в тот день сгубили все остальные направления. Вот. Почему? Потому что всю энергию конференции забрали так-то вот в свое пространство. И я помню, как мы, Володя, там веселились, выступали после обеда. Вот. Это было очень, очень, очень круто. Ну, и я прекрасно знаю, что помимо этой книги на русском языке, где вот мы коснулись состояния с голокрупным дыханием на тот далекий 2001 год, ты издал замечательную книжку с Юрой Бубеевым по психофизиологии измененных состояний сознания, а также под твоим руководством в твоей школе и в Академии международных психологических наук проведено масса исследований этой темы. Поделись, пожалуйста, вот самыми важными результатами. Что касается вообще измененных состояния сознания, но в 90-е годы было понятно, что в терапии, в групповой работе используется так называемый расширенный состояние сознания. и в начале я там основал интенсивную интегративную психотехнологию с тем, чтобы придать контекст научных исследований таким направлениям, как вайвейшн, холотропное дыхание, свободное дыхание, энергодыхание и другие направления, которые уже были сформированы. Внутри этих направлений не было научных исследований измененных состояния сознания. Измененное состояние сознания – это родовое понятие, и внутри этого родового понятия мы вычленяли полное состояние сознания, нулевое состояние сознания, трансовое состояние сознания, расширенное состояние сознания. Я хочу проболтаться одну тайну. Вообще вся тусовка тогда дышащих людей Ассоциации свободного дыхания молилась на тогда еще не доктора, а кандидата психологических наук Володю Козлова, потому что вот в нем было спасение, научное обоснование всего того, чем эта тусовка занимается. И Володя справился с этими молитвами, оправдал и надеял бы. Я думаю, что у них были неистовые молитвы, но у меня была очень высокая мотивация вообще дать научное обоснование всем тем направлениям, внутри которых я сам участвовал. И по большому счету за первые 10 лет были проведены глубокие нейропсихологические, психофизиологические, психологические, социально-психологические, трансперсонально-феноменологические исследования. Измененных состояния сознания и туда были включены не только трансовые состояния сознания, не только сновидческие состояния сознания, не только расширенные состояния сознания, не только психоделические состояния сознания. но весь вот этот дискурс и каким образом вообще происходит вот это плавание, распаковывание индивидуального сознания, вот этих пространств, пространств в измененных состояниях сознания. И самое главное, ну, нам была важна прагматика. Во-первых, вот зачем индуцировать измененные состояния сознания, в чем их функция? Во-вторых, полезно это или вредно? Это был вопрос непростой. Вот, в конце концов, мы использовали дыхательные психотехники, мы использовали медитативные практики, мы использовали многие-многие интенсивные практики, вот, практики, депривационные практики, вот, гиперстимуляционные, гипостимуляционные практики. И нам было важно понимать, как они работают. Работают с психикой, работают с физикой, с телом. И, в конце концов, во-первых, как бы вредно, полезно в этой бинарности. Почему? Потому что чисто с психологической точки зрения мне было очень важно, чтобы практики были экологичными. И чтобы они, в конце концов, вызывали у людей только позитивные сдвиги, самочувствие, настроение, активность, позитивный потенциал у них был эгристический и так далее. Энергетический, витальный и так далее, и так далее, и так далее. Когнитивный, в конце концов. И вот раскрутка самой темы, она происходила в начале 90-х годов. Вот. И была питерская школа. Вот они начали, там были медики очень хорошие, Захаревич и Стрекалов. Вот. Они начинали, там, с биохимических исследований, нейропсихологических исследований. Они были очень-очень, я бы сказал, фрагментарными. Почему? Потому что не было, ну, так-то аппаратурных возможностей, кадровых возможностей для того, чтобы провести масштабные исследования. Вот. Но сама идея проведения этих точных исследований, лабораторных исследований, она появилась, замелькала в 90-е годы. Что касается психологических исследований, ну, здесь было намного легче. Почему? Потому что вот рядом со мной, вот, и вместе со мной работали, ну, так-то, лидеры с хорошим психологическим образованием, в том числе и МГУ заканчивали, не только там, ЯГУ, ЛГУ. Вот. И вот это базовое, хорошее, я бы сказал, психологическое ведение процесса измененных в состоянии сознания, в том числе, оно и позволило опредметить, вот, само исследовательское поле, подобрать методики, тестовые, опросные, анкетные методики. И для того, чтобы делать в крайнем случае, там, исследования в стратегии поперечных исследований, в том числе и лонгитюдные исследования. И, в конце концов, в конце концов, вот, за три года, 90-й и 93-й год, вот, ну, было накоплено уже достаточно много материала для того, чтобы, ну, в конце концов, защитить первую диссертацию, кандидатскую диссертацию по психологии и феноменологии расширенности сознания. Вы должны очень хорошо понимать, что это было жутко тяжело. Это было невероятно тяжело. Я это хорошо помню по МГУ, по психваку и по своему родному институту философии. Какому астракизму и критике, обвинениям в мистицизме, в рационализме подвергались люди, которые занимаются этими темами и исследованиями. Вот, и, конечно, конечно, я выступил, я был очень молодой и не седой, вот, и я, конечно, выступил, я считал, что из силы, вот, и затем мне начали задавать вопросы, вот. И самый главный вопрос, который привел меня в ступор, это был вопрос, каковы механизмы психического? Это профессор мне задал из Казани такой вопрос. И я вот стою и думаю, а каковы же механизмы психического? И вдруг понимаю, что в моем сознании ни одного адекватного файла нет, чтобы ответить на этот вопрос. Сейчас я могу, конечно, много чего наговорить, но в тот момент не было. И вдруг, значит, этому же профессору, другая профессорша, вот, задает вопрос. А вот, профессор, скажите, а в чем механизмы психического? Профессор встал и вдруг тоже осознал, что у него тоже файлов нет. И вот тогда началась настоящая дискуссия. Вот, и, по большому счету, которая привела к великому смирению. В общем, все мэтры поняли, что душа – это великая тайна. И что работы молодого, отважного, да, кандидата наук, Владимира Васильевича Козлова, да, это важный шаг. Важный шаг. Проголосовали за, и я вот получил диплом кандидата наук. Докторский защищать уже было легче. Вот, ну, вот, 93-й год, и вот, вы должны понимать, что трансформация сознания, мировоззрения, ну, она не так быстро происходит у людей. Вот, в конце концов, ну, в Совете сидели люди с материалистическим, позитивистским мышлением. Вот, и некоторые работали на кафедре научного коммунизма. Володь, это наша, часть нашей очень важной истории, какой бы грустной, тяжелой она ни была. Ну, давай перейдем к более таким позитивным моментам, к исследованиям. Вот, она не была грустной. Почему? Потому что вот то обобщение, которое мы сделали на тот момент, психологических эффектов, влияние личности, вот, расширенность сознания на личность, на группу, на групповую динамику в том числе, то есть социально-психологические эффекты, они были доказаны, а доказаны были эмпирически. И вот это доказательство признала ВАГ, Высшая дистанционная комиссия. И это было признание, научное признание, вот, целого направления интенсивных интегративных психотехнологий, которые использовали измененные состояния сознания как метод психологии, практикоориентированный метод психологии. И это был чрезвычайно важный шаг. Вот, так-то признание не только дистанционного совета, это тоже чрезвычайно важно, но признание, в конце концов, ну, такой, ну, я бы сказал, чрезвычайно важной организации, как Высшая дистанционная комиссия, ну, Россия. И вот самое важное на этом не остановилось. Вот это самое важное. Уже на защите были мои ученики, которые хотели продолжать исследование. Они были захвачены вот теми просторами, которые вот открывались. И, конечно, конечно, базовые направления, базовые направления, они были вычленены, вычленены. И, во-первых, это все-таки физиология дыхания, физиология измененных сознаний и нейропсихология. Вот, и это направление, вот, Захаревич, Стрекалов там участвовали, но уже больше в теоретическом осмыслении. Что касается вот руководства этим направлением, ну, конечно, вот этим направлением вот руководил и реализовывал исследовательские проекты. Ну, я считаю, гениальный нейропсихолог, физиолог, вот, врач, вот, Губер Юрий Аркадьевич. Вот, и как раз у нас был очень хороший проект исследовательский, вот, в русле так-то ПТСР, исследование ПТСР, вот, и... Посттравматический синдром, кто не знает. Да, 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 вот, и, ну, так-то боевого стресса, вот, исследования проводились не только в лабораториях, но и проводились еще в полевых условиях, в боевых полевых условиях. Вот, и там был накоплен, опять-таки, огромный материал, вот, и самое важное, этот материал, он был, вот, научно-емпирическим и лабораторным, вот, и, ну, там было великолепное оборудование, вот, нейропсихологических исследований. И самое важное, конечно, вот, вот, как бы время, вот, правильно схлопнулось в одной точке. Для того, чтобы проводить такие исследования, которые проводились в 90-е годы, масштабные исследования нейропсихологические, для этого нужно, чтобы было масса предпосылок, и чтобы они в одной точке собрались. Во-первых, это кадры, квалифицированные кадры, вот, кадры такой квалификации по исследованию по нейропсихологии и физиологии, вот, они стоят очень дорого, вот, и их усилия стоят очень дорого, вот, и их немного специалистов, вот, вот, а эти специалисты у нас появились с высокой мотивацией, им не надо было платить. Вот, и это тоже чрезвычайно важный момент, вот, нужны были деньги, и 90-е годы, это было чудесное время, деньги гуляли в пространстве, их можно было остановить, пригласить, вот, вот, и в конце концов было куплено оборудование для проведения этих исследований, 200 тысяч долларов, это все-таки немалая сумма, вот, и, то есть, были гранты, которые обеспечивали, и в конце концов было оборудование, были люди, и самое главное, самое главное, у нас были испытуемые, испытуемые, и испытуемые тоже бесплатные, вот, вы понимаете, вот, Володя Майков очень хорошо представляет, что для того, чтобы участвовать в экспериментах соиспользованием измененных тайн-сознания, для этого не только нужно согласие, еще нужно все-таки испытуемые заплатить, вот, потому что они считаются рискованными экспериментами, вот, и все состыковалось, и мы провели, собственно, начиная с 93-го года по 99-й год, основные исследования, основные исследования, как с использованием дыхания, медитации, так и, ну, я извиняюсь, с применением некоторых вот веществ в том числе, вот, такие исследования тоже были, и в конце концов... Тогда это было еще легально. Тогда это было легально, почему? Потому что еще, как это, 99-го года не наступило, 99-й год перечеркнул, так сказать, возможность использования многих способов и методов, методов и тактик, вот, в терапии и практик ориентированной психологии, психотерапии. Вот, и, в конце концов, вот, то есть были проведены масштабные исследования физиологические, нейропсихологические, не только влияние измененной состояния сознания при помощи, там, дыхания, при помощи медитации, при помощи веществ, но и еще, еще, каким образом работает, например, музыка, вот, с сознанием и индукция измененной состояния сознания при помощи музыки, при помощи звука. Вот, были проведены великолепные исследования, там, каким образом работают трансовые двигательные практики, в том числе танцевательно-двигательные практики, и было сформировано именно в 90-е годы, так называемая интегративно-танцевальная двигательная терапия, а там, так-то, три человека, кандидата наук, которые защитились в русле этого. И много-много, вот, там, использования депривационных практик, что происходит во время социальной и сенсорной депривации, эти исследования тоже были проведены. 90-е годы – это огромное пространство вот этих эмпирических исследований, вот, в том числе и психологии, и в том числе, вот, социальной психологии, то есть, каким образом работает групповое пространство, каким образом происходит, извините меня, индукция измененных состояний сознания, индукция. Вот, и, в конце концов, какова роль лидера в этом, и так далее, и так далее. Многие-многие тонкости вообще, вот, групповой психотерапии и групповой работы, они тоже там были выяснены при помощи вот этих социально-психологических метров, социоэтрических, и так далее, и так далее. Ну, и самое важное, самое важное, ну, появился подход, вот, который, ну, так-то очень корректен по отношению к трансперсональной психологии. Это так называемый герменевтико-феноменологический подход, в русле которого, опять-таки, мы смогли уже заниматься анализом продуктов деятельности, ну, если обобщенно подходить, анализ мандал, вот, который, кстати, никогда не проводился, ни в одном направлении. Мандалы как продукт деятельности, и мандалы анализировались там с топологической точки зрения, сюжетной точки зрения, там графическая точка зрения, функциональной точки зрения и так далее. Там очень много аспектов. Психологическое введение мира, оно достаточно сложное. Есть ли какой-то такой вот итоговый вывод из вот этих исследований? Что они означают? Какова роль вот необычных состояний сознания? Что нового они привнесли в наше понимание? Ну, по большому счету, вот эти первые 10 лет, 90-2000 год, когда были приведены, так-то, честно говоря, основные исследования, вот, дальше были там дополнения, там шлифовка, углубления и так далее, и так далее, и так далее. Они показали, ну, во-первых, во-первых, ну, я бы сказал, вот этот целительский потенциал, вот целительский, вот в том контексте, в котором это употребляет Стенгро. Во-вторых, во-вторых, что измененное состояние сознания не является способом индукции психопатологии, что они, они так-то имеют нормальные физиологические, нейропсихологические механизмы и так-то являются попыткой интеграции вот самой психики. И вот это, извините меня, вот холотропное движение, оно предзаложено в индукции любого измененного сознания. И что они способствуют интеграции, интеграции психики, интеграции личности, вот, интеграции когнитивных ресурсов там. И, конечно, треки, то есть они не вредны, вот это чрезвычайно важно. То есть они способствуют тому, что мы становимся более целостными, объединяемся с репрессивными, подавленными частями своей души, своей тела, своей энергии, да? Да, 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 да. Ну, ты как-то все попроще и правильно говоришь. Вот, и, ну, я иногда забываю, что простой язык существует. Но дело не в том, что, вот, вот, как бы я не знаю простого языка, я тоже знаю, но дело в том, что наука организована, организована на другом языке. Почему? Потому что, если говорить об интеграции, то это интеграция не только персоны, но персоны и интерперсонального, персоны и трансперсонального, а это огромные слои психического. Вот, и, конечно, конечно, вот, чрезвычайно важный момент, это вот этот эвристический потенциал измененных в состоянии сознания. И так-то, я бы сказал, потенциал… Вот об этом давай поговорим поподробнее, пожалуйста. Да, скажи сперва ты свой опыт. Вот, что касается вообще, как бы, вот, эвристического потенциала измененных в состоянии сознания, вот, я просто так-то проанализировал, ну, разные мифы про пробуждение, вот, и, ну, достижение самых, там, высших, высоких состояний сознания, вот, и вдруг у меня был глобальный инсайт, что те ребята, которые что-то сотворили в этом мире, начиная, извините меня, с музея, с Моисея, и заканчивая Мохаммедом, вот, все они были в измененном состоянии сознания. У меня есть очень красивая книга. Высшая там основа психологии… Нет, наоборот, переверни, правильно поначалу. Вот так вот, да, основа психологии духовности, я читаю, высшее состояние пробуждения. Вот, такую книгу я выпустил, и, по большому счету, здесь сделан так-то вот анализ роли измененных в состоянии сознания в открытии глобальных пространств нового мышления, нового мировоззрения, нового мира. Вот, все ребята, которые вот работали в эвристическом пространстве, работали в интеллектуальном пространстве своего времени, там Будда, там Платон, там Камфу-Дзи, Ла-Дзи, Мо-Дзи, там, и другие Дзи, вот, и, в конце концов, работал Сократ, там, работал Аристофель и так далее, и так далее, и так далее. Все ребята, которые тогда работали, они использовали вот измененное состояние сознания для того, чтобы вот распаковывать новые миры и находились в необычном состоянии сознания. Я думаю, что потребность, Володь, я думаю, что потребность в необычных состояниях сознания или в каких бы то ни было видах транса у современного жителя города, современной цивилизации, ну, мегаполиса, вот такой образ большого города, еще больше. Потому что среда, в которой мы живем, значительно более репрессивна, монотонна, однородна, и поэтому у нас существует еще более глубокая потребность выскакивать из нее. Именно поэтому столь большой интерес к экстриму во всех формах, экстремальным видам спорта, экстремальным путешествиям, экстремальным переживаниям, экстремальному трансовому опыту, трансдансу. Не спим ночью, как все люди, а бодрствуем. Напомним, с чего началась приход кофе и чая в Европу, особенно в Англию. Клуб кофейманов. И, конечно же, я думаю, что номер один – это новизна, обновление мира. Все новое приходит через измененное состояние сознания. Номер два – это, конечно, нам нужно пробуждаться, нам нужно выскакивать из обыденности, нам нужно найти свою уникальность, нам нужно, наконец-то, общаться со всем миром, как это делали еще 50 тысяч лет назад первые шаманы. Да, выйти через экстазис. Помнишь, Шамир Челяда, как называл свою книгу и следующую «Шаманизм»? Шаманизм – архаичная техника экстаза, выхода из статики, из стаза, выхода в большой мир, который живой, потому что там душа с душой говорит, в отличие от мертвого мира. И поэтому, когда мы живем в мире вот этой репрессии, среды репрессии, медиагипноз, медиодавление, то важнейшим лекарством являются различные виды экстатических практик, которые сами по себе предоставляют нам ресурсы, которые исцеляют нас, настраивают нас. Потому что мы же знаем великолепно, что психика и часть психики, такая как сознание, такая как сверхсознание, такая как подсознание – это система. Система. И не только система внутри психического, но система внутри живого организма. И не только организма, но и сообщества организмов социальных. И не только социума, но и всего мира, природы, космоса. То есть то, что мы называем сознанием – это верхушечка айсберга, пленка воды на поверхности вот этой громадной живой системы. И только через необычное состояние сознания мы можем покидать эту пленочку и касаться большого, целого, и испытывать опыт целого. Поэтому, конечно, гносиологическое, эвристическое роль необычных состояний сознания необычайна. Самое быстрое обучение происходит в необычных состояниях сознания. Да, потому что там скорость процессов, охват поля намного превышает того, что нам доступно в обычных состояниях сознания. Мощь языков, на которых мы переживаем мир, мысли, контакты с людьми, на порядке превышает языки обычной реальности. Ну, недаром появилось искусство, потому что обычной речи, обычной науки мало для того, чтобы показать всю невероятную красоту и безбрежность этого мира. Да, поэтому, конечно, я целиком согласен с тобой, что, во-первых, необычные состояния сознания совершенно нормальны и совершенно обычны. Они часть системы, и они в то же время пути за пределами устойчивых, нормальных конфигураций этой системы, а не то, что показывает нам дальние горизонты, бескрайние дали, да, новую реальность, темную материю души. Вот эту метафору я сейчас использую, да, которая является фундаментом всего. То есть, по сути, необычное состояние сознания, мы могли бы использовать аналогию физики, квантовой, которая считает, что вакуум, ничто, на самом деле есть бесконечная потенциальность, из которого возникает все, что темная материя – это 95% Вселенной, которая непознаваема человеческими органами чувств и человеческими приборами, которые постигает известную Вселенную. Но она в основе всего, и точно так же, наверное, с этой точки зрения можно построить и другую антологию человеческой жизни, в основе которой как раз опыт первичный, необычных, расширенных, изначальных состояний сознания, в которых жил Христос, жил Будда, жил Мохаммед, жил Лао-Дзи, ну и в которых есть шанс и у всех нас тоже жить. Ну, если не всю жизнь, то какую-то интересную ее часть. Извини, за Остапа не слотом, поэтому крик души, что называется. Владимир, мне так нравится, когда тебя прет, и мне нравится вот эта удивительная легкость, как ты используешь слова. У меня, к сожалению, этой легкости нет. Почему? Потому что за этими словами у меня скрывается огромное и достаточно ограниченное содержание. Нет, 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 не ври нашим слушателям. Владимир Васильевич пишет, вот как я говорю, он очень легко пишет глубочайшие книги. У тебя же их около 50, по-моему, или больше? У меня-то их так-то 115. Вот видите, как я пропустил что-то очень важное. 115 книг написал уже Владимир Васильевич. И поскольку ему чуть больше, как и мне, 60 лет, а начал он их писать, наверное, после 30, то вот посмотрите, вот за 30 лет написать 115 книг, это ж нужно писать по 4 книги примерно там, да, в год, в среднем. В среднем. Вот, пожалуйста, да, вот, Владимир Васильевич. Я все-таки вот как бы возвращусь к евристическим состоянием сознания. Мы должны очень хорошо понимать, что вот парфоническое состояние сознания, обыденное состояние сознания, к сожалению, является непродуктивным. Вот, и оно хорошо обслуживает там зону комфорта, зону бытия. Вот, зону существования. Но для того, чтобы вот сделать открытие, сделать нечто новое, для этого, к большому сожалению, может быть, даже, вот, нужно использовать измененное состояние сознания. И так-то любой евристический процесс, любой по своей феноменологии, он трансперсонален, он надличностен, он так-то во многих отношениях трансцендентен по отношению к эго, ко времени, к пространству. И качество измененное состояние сознания и творческое состояние сознания мы достаточно подробно описали в книгах. У меня такая, опять-таки, красивая книга есть. Это психология творчества. Но, правда, называется свет сумерки и темная ночь души. Тут не только позитива. Это и духовный кризис, наверное. Это тот мрак, из которого там, да, творчество нас исцеляет. Да. И, конечно, конечно, что касается, вот, например, там, дыхательных практик, да, вот, мы просто во время экспериментов, лабораторных экспериментов вычислили людей, которые находились в потоковом состоянии сознания, вот, и, то есть, в евристическом состоянии сознания, когда им работалось легко, они работали с наслаждением, с минимальной потерей энергии и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Присутствовали полностью в своей деятельности и наслаждались процессом. Оказалось, что они дышали. И по большому счету технология связанного дыхания, они как раз являются способом пробуждения, побуждения вот этих измененных сознаний, обладающих эвристическим потенциалом, творческим, демиурговым состоянием. И в конце концов, во многих отношениях те практики, которые мы исследовали, мы исследовали, конечно, и процесс холотропного дыхания, мы исследовали процесс ДМД, дыхание, музыка и движение. Он вообще является, это технология, продуктом, я бы сказал, научных исследований. Мы исследовали процесс свободного дыхания, мы исследовали медитативные практики. И эти исследования медитации, особенно очень достаточно сложных практик, буддийских практик, они продолжаются. И сегодня, по заказу Далай-Ламы, вот как раз Юрий Аркадьевич занимается вот этим большим проектом, и у них есть очень красивые результаты. И я думаю, где-то месяц через три, через четыре будут готовы фундаментальные исследования по медитациям и вообще роли измененных сознаний, в том числе в целительском потенциале, в индукции измененных сознаний и так далее. То есть будет обобщение месяца через три, мы это обобщение получим. Хорошая группа, ну так-то академических физиологов, академических медиков, профессионалов. И что касается исследований, которые проводились, да, мы проводили очень разные исследования. И все эти исследования, они были прагматическими в том смысле, что, как правило, это были кандидатские или докторские диссертации. И в этом направлении интегративной психологии их оформлено весьма и весьма много. Мы работали со звуком, мы работали с музыкой и воздействием музыки на личность, на группу. Мы работали, проводили исследования, каким образом работают танцевально-двигательные практики, в чем механизм, почему они работают. Почему они приводят к большей гибкости в мышление, в большей остроте и развитой когнитивной функции человека. То есть мы проводили массу исследований по разным терапевтическим подходам, я бы сказал. Но в некотором отношении, когда мы соприкасались с психотерапией, там возникала наука. Научное обоснование, научное понимание. Мы проводили эти исследования, нам это было чрезвычайно важно. Почему? Потому что вне научных, эмпирических исследованиях, вне конкретики, вне полевых исследований сам аргумент терапии, он безоснователен. И поэтому мы проводили физиологические, нейропсихологические, биохимические исследования. Мы проводили там психологические, социально-психологические исследования для того, чтобы лучше понять, каким образом работает метод, практикоориентированный метод. Конечно, конечно, вот те практики, которые считались трансперсональными, в конце концов, они стали во многих отношениях обычными практикоориентированными методами. Вот это, но это не снижает градус. Вот вы должны очень хорошо понимать, что трансперсональное, трансперсональное, это достаточно просто. Вот так же, как трансперсональная психология является метапарадигмальной системой, метапарадигмальной системой, которая оглядывает остальные парадигмы и использует инструментарий, в том числе исследовательские инструментарии других парадигм. В конце концов, там физиологического подхода, там нейропсихологического, когнитивного подхода, подхода психоаналитического, бихеверистического, институционально-гуманистического и так далее. И так же, так же, трансперсональное – это просто метасистемное оглядывание. Вот Володя воспользовался фрейдерской метафорой, что эго, самосознание – это вершина айсберга. Вот оно, как бы, вот оглядывание, оглядывание, вот с вершины, надвиснуть над вершиной айсберга, да, и оглянуть весь айсберг, и оглянуть еще океан. Вот в чем суть вот этой, извините меня, метасистемной рефлексии в ситуации объективации психической реальности. Еще раз, метасистемной рефлексии в ситуации объективации психической реальности. Еще раз могу сказать. Это все очень просто, Володь, и все уже поняли, что нужно просто смотреть широко, иметь большую картину и чувствовать все связи, да, того, что самое важное между собой, в их живости, динамичности и так далее. Примерно так, вольный перевод. Володь, мне хотелось бы еще одну важную тему затронуть, которая близка и нам, и наверняка близка многим участникам этого эфира. Почему все-таки дыхание является столь важным инструментом и познания, и практики необычных состояний сознания? Почему вот это такой простой, естественный вход? И почему ты вот всю жизнь тоже на практическом уровне занимаешься дыханием, не только медитацией, не только творчеством? Ну, вот, что касается дыхания, ну, надо понимать, вот, изначальное возникновение человеческой души, вот, Господь не накормил кашей души, вот, вдохнул, вдохнул в Адама, вдохнул. Ну, это было дыхание, это был дыхательный процесс. Вот, и что касается вообще мира дыхания, я его знаю очень хорошо, и особенно история. Вот, и в конце концов, в конце концов, вот, вот, то, что мы называем, вот, вот, еще одна книга есть, но, правда, очень толстая. Вот, здесь, по большому счету, основные методы использования дыхательных практик, они существуют, и историки использования. Вот, и, вот, куда бы мы ни посмотрели, в какую, любую традицию, там, духовную традицию мы бы ни посмотрели, везде мы видим использование дыхания. Вот, и, в том числе, в том числе, путь бессмертия, там, даотский путь бессмертия, да, это использование дыхания. Вот, и, в конце концов, в конце концов, вот, рождение бессмертного тела – это продукт дыхания, вот, но особого дыхания, который мы используем для того, чтобы, ну, в конце концов, вот, для меня важен, вот, сам потенциал дыхательных психотехник, во-первых, витальный, энергетический. Мы все время распаковываем, вот, дополнительные ресурсы энергии, и это чрезвычайно важно – прожить большой силе жизни, большой силе, не хухры-мухры, ну, вот, и для меня это чрезвычайно важно. И важно, важно проживать жизнь все время обновленным, инсайтным, эвристичным, вот, и в третьих, в третьих, для меня чрезвычайно важно, человек, чтобы прожил жизнь с вершины, вот, и реализовал возможного себя, вот, возможного себя. А дыхание дает это, открывает вот эти и витальные ресурсы, и эвристические ресурсы, когнитивные ресурсы, вот, для того, чтобы реализовать свою потенциальность. Вот, и если вы посмотрите на, там, на последние, там, ну, парадигмы психологии, да, эвциально-гуманистическую, трансперсональную, интегративную, вот, вы увидите, что их объединяет только одно. Но этот зов к самореализации, зов к раскрытию потенциала человека, вот, и вот этот зов, он может быть аргументирован, он может быть основан, он может быть реализован на энергодыхании. Кстати, как мы помним, в индоевропейском языке, вот, слово, которое соответствует дыханию, звучит как «дхеус», и от этого слова произошло древнегреческое «теос», «бог», или «деус» латинское, тоже «бог». И в русском языке слова синонимичные. «Деус» – это не только дыхание, это душа, и это жизнь на индоевропейском, проиндоевропейском языке. И то же самое мы видим и в современном русском языке, который наиболее близок к древнему индоевропейскому. Санскрит тоже близок, но это мертвый язык. Ну, из живых русский и литовский ближе всего. Так вот, по-русски как это звучит? Вдох, выдох, сдох, испустил дух. Или дыши, душа, дух. Это все вот от этого вот, от слова, где есть «д» и момент выдоха этого «д». С любыми согласными там все равно это будет что-то, имеющее отношение к дыханию. Такова сама жизнь. Вот, и это как бы фундаментальная фонетика человеческого языка. Я всегда привожу пример, почему, например, слово «мама» на всех языках практически звучит одинаково. Да потому что, когда ребеночек, вот он, рот у него закрыт, «ммм», все звуки, которые он издает, это «ммм», «мм». Попробуйте любой звук с закрытым ртом. Это будет что-то «ммм», мычание. Но когда рот распахивается, а у ребенка еще нет артикуляции, единственный безартикуляционный звук – это звук «а». Он не знает звука «ы», «э», «ё» и так далее. У него нет артикуляции, поэтому естественный природный звук младенца – это «ммма». Все. И именно поэтому так, уберите, пожалуйста, презентацию. Кто там ее включил? Нам презентация не нужна. Я не разрешал включать презентацию. Пожалуйста, кто это сделал, нечаянно, да? Значит, поэтому, когда естественно, и представляешь, мама, которая тетешкает, кормит ребеночка, он произносит «мма», «да, это я, я твоя мама, смотрите, он сказал «мма», «мама». Это закрепляется, конечно, да? И вот нечто подобное и с дыханием в таких вот в индоевропейской семье языков. Конечно же, дыхание – это основной источник энергии. С помощью дыхания через цикл Крепса заряжаются митохондрии – энергетические аккумуляторы в каждой клетке, от которых питается организм. И если их не заряжать через дыхание, то через 7-10 минут мы умираем. Все, аккумуляторы разряжены, ничего не работает, смерть. А если их держать полностью заряженными благодаря интенсивному дыханию, то у нас колоссальный потенциал для бега, для действия и для внутренней работы, интенсивность и скорость которой превышает те, которые у нас на нормальном уровне энергии в обычных состояниях сознания, когда мы переполнены энергией, которая возникает в организме благодаря интенсивному дыханию, нас прет, нас выносит за пределами знакового «я», привычной идентичности автоматически. Наверное, именно поэтому дыхание является универсальной, естественной практикой, помогающей нам расти, исцеляться, интенсивно обучаться, познавать новое, творить, ну и вообще делать все, что можно делать на высоких скоростях и на высоких уровнях энергии в потоковом режиме. Да? Да. Вне сомнения, да. Профессор Козлов согласен. Ура! Я сдал экзамен. Вот, ну, по большому счету, КБ, ну да, 30 лет прошло. Ну да, мы на самом деле создали огромное такое смысловое пространство, в том числе, в том числе, вот, трансперсональная психология. Вот, да, мы провели огромное количество исследований. Вот, самое важное, то, что за 30 лет, вот, мы не потеряли энтузиазма. И у нас есть проекты, вот, исследовательские проекты. К великому сожалению, многие проекты исследовательской измененности сознания, они пока, ну, не могут реализоваться в силу, ну, некоторых табу, некоторых запретов. Хотя у меня сами проекты, они, вот, внутри существуют, и они расписаны. И по измененным станет сознание. И, конечно, конечно, вот, будут углубляться целые движения, будет, по исследованию медитации. Володь, у тебя же можно к тебе поступить, там, на кафедру, в аспирантуру, там, и продолжить эти исследования? У меня есть аспирантура, у меня есть магистратура, вот, и, кстати, значит, в этом году мы принимаем магистратуру 29 человек на государственные места, где платят стипендию. Пришли мне, пожалуйста, сайт, где можно это посмотреть, и где можно, там, например, в приемную комиссию, чтобы я адрес этого сайта в ролике, который я выложу в YouTube нашей беседы привел. Да, 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 да. И, как бы, ну, это возможность. Сейчас вы знаете, что магистратура в основном платная. Вот, тут бесплатно, и по большому счету на 29 человек это много. Вот, и как раз я буду руководить вот этой магистратурой вместе с профессором Кашаповым Сергеем Михайловичем. И, в конце концов, есть аспирантура, есть возможность. И у меня на сегодняшний день есть две кандидатские диссертации, которые посвящены медитации. Володь, а сколько у тебя вообще докторских и кандидатских диссертаций под твоим руководством было защищено? Ну, около 50 тактов докторских и 150 кандидатских. Ну, это очень много. Внутри баковских кандидатских диссертаций 57. Ну, это тоже много. Володя, ты представляешь? Конечно, конечно. Я какое-то время, лет шесть заведовал кафедрой в Московском институте психоанализа и знаю, насколько, во-первых, это тяжелый труд быть завкафедрой, а во-вторых, что потоки студентов, которые проходят, защищают дипломы и какая-то большая работа руководить. Я долго не смог. А ты всю жизнь этим занимаешься. Ну, да, но кандидатские защищать все-таки намного сложнее. И это очень больших трудов стоит для исполнителя и для научного руководителя. Но эти проекты исследовательские существуют, существуют возможности публиковаться. Трансперсональная психология не эзотерическое движение. Она экзотерическая, то есть она уже вышла в культуру. И, в конце концов, по трансперсональной тематике можно опубликовать статьи, можно писать книги. Что касается статьи, у меня в год есть в крайнем случае четыре больших проекта. Ну, во-первых, это журнал «Социальный психолог», он ринцевский. Вестник «Интегративная психология», он ваковский. Там, значит, «Методология современной психологии», он ринцевский. Это аббревиатура такая для профессионалов. То есть вы хотите увеличить количество своих цитирований, приглашаю в веке. И мы будем выпускать в следующем году сборник по трансперсональной психологии конференции. И туда вы можете подать статьи. И, конечно, мы будем выпускать сборник на майский конгресс психологии 21-го столетия, который будет проходить тоже там же. И так далее, и так далее, и так далее. То есть во многих отношениях для трансперсональных исследований, для реализации трансперсональных идей мы находимся в ситуации Бадхидхармы. Простор открытый, нет границ. Я добавлю немножко вот тем возможностям, которые есть у меня в Москве. Во-первых, в Московском институте психоанализа. Два годовых курса, которые веду я с коллегами, я руководитель по трансперсональной психотерапии и консультированию. Есть очный курс и есть онлайн-курс, в котором могут участвовать. Там до 15 декабря еще прием люди со всего мира. Пожалуйста, в онлайне обучение не ограничено. Я веду авторские программы на моем сайте homorealites.ru. Мои авторские программы, мой эволюционный кинотеатр с фильмами. И 15 декабря по просьбе Станислава и Бригитты Гроф я открываю программу «Тренинг наследия Грофа в России». Первый модуль до 15 декабря. Прием. Я приведу сайт этого тренинга, кто интересуется познакомиться. И это как раз, возвращаясь к началу нашей темы, это квинтэссенция опыта и исследований Грофа о роли и значении необычных состояний сознания. Этот тренинг намного больше, чем прежний тренинг, трансперсональный тренинг Грофа, где готовили только преподавателей, ведущих холотропного дыхания, сертифицированных ведущих. В этом тренинге мы готовим не только преподавателей холотропного дыхания, но специалистов широкого профиля, которые кроме холотропного дыхания могут применять свое знание целительных возможностей и гигантского потенциала необычейных состояний сознания при работе с кризисами жизни, с психодуховными кризисами, в конфликтных ситуациях, при работе с глобальными проблемами, при коучинге, при широком спектре психотерапевтических задач. И, кстати, только что сегодня ты показывал книжки, я покажу, правда, английские книжки, это последний двухтомник Станислава Грофа «Путь психонапта», это «Магнус опум», это квинтэссенция всех его знаний, всего того, что он сделал. Только сегодня я, наконец-то, получил первый и второй том от переводчиков. Сегодня первый день зимы, наш запланированный эфир и пришли, наконец-то, от переводчиков. Я считаю, это прекрасное совпадение, я подготовлю сейчас, отредактирую, подготовлю к изданию. И это основная книга для курса, учебная книга, которая примерно два с половиной года будет длиться тренинга «Наследие Грофа». И, кстати, мои студенты из Московского института психоанализа, годовая программа засчитывается как два модуля этого курса, потому что я так все дизайн сделал, что внедрил материал этих двух модулей и теорию практику в программу и очной, и заочного программы по транспорциональной психотерапии и консультированию. Видишь, наши пути не разошлись, они идут в одном и том же направлении. Ты, как глава мощной научной школы и Международной академии психологических наук, да, вот Владимир Васильевич – президент этой академии, между прочим, которая объединяет около 300 крупнейших психологов России, докторов наук и колоссальная научная школа. Кстати, Станислав Гроф и Арни Миндел являются иностранными членами академики, действительными членами этой академии. Так что замечательная компания. Да, я все-таки уточню. Так-то Владимир Васильевич тоже является действительно членом Международной академии психологических наук. И там 55 стран и более тысячи докторов наук, так-то, в академии. Но это большая сила и огромная сеть взаимной поддержки. И, ну, что касается перспектив, то перспективы существуют, самое важное в нашей жизни. Вот, и есть возможность самореализоваться. И, конечно, ну, я тоже веду семинары, тренинги, у меня есть обучающие программы. Ну, и завтра у меня начинается в Москве семинар. На который ты приглашаешь всех желающих? Нет, нет, нет. Или нет? Или уже полностью набрана группа? Я не приглашаю всех желающих, потому что у меня, ну, как бы, ну, объем группы, он все-таки ограничен. Ну, а это вот ДМД в квадрате. Вот, то есть ДМД в квадрате, это будет ДМД. ДМД в ДМД в квадрате. Вот, ДМД в квадрате. Ну, и я думаю, что мы завтра вот там соберемся в 4 часа и вкусим радость и экстаз расширенных стадий сознания. И, а так-то, а так-то, если говорить там о серьезных научных исследовательских проектах, ну, на самом деле двери открыты. И самое главное, у нас уже есть хорошие эксперты. У нас есть доктора наук, у нас есть кандидаты наук с хорошим опытом исследовательским, в том числе измененных стадий сознания. И поэтому, вот, возможно, вот хорошая квалифицированная поддержка исследований. Вот, есть кадры, и в том числе, в том числе, вот, если говорить о нейропсихологии, психофизиологии, вот, Юрий Аркадьевич всегда готов поддержать любой исследовательский проект. Вот, и я не могу сказать, что вот он сразу готов обеспечить там лаборатория и оборудование, но постепенно-постепенно можно реализовывать и очень большие программы исследовательские. Вот, и, то есть, существует, вот, хороший кадровый потенциал, который мы подготовили и который готов работать. И, конечно, конечно, есть диссерционные советы, которые готовы поддержать, и в том числе докторский диссерционный совет по психологии по трех специальностям есть у нас в университете. Вот, и, конечно, конечно, есть образовательная система, есть бакалавриат, магистратура, аспирантура, если вы хотите начать, вот, специализацию по этой теме. Поэтому, вот, как бы, вот, на самом деле простор открыт, и самое главное, вот, этот простор с поддержкой. Вся информация об учебных, об учебных проектах и исследовательских программах, возможностях будет, обучение будет помещено как раз вот в подвальчике, в ссылке видео, которое в Ютубе выйдет. Да, 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 да. Ну, а так, ну, вот, Володя, не забывай, что я тебя люблю. Ну, вот, как о каждой минуте, помни, вот, для того, чтобы попадать в измененное сознание. Ну, вот, и я тебя обожаю, вот, и ты, ну, ты, блин, вообще вулкан. Володя, я взаимен в наших общих чувствах. Нас иногда люди называют Дон Кихот и Санчо Панса, намекая на то, что мы всю жизнь боремся с ветряными мельницами, так сказать, такой закоснилой материалистической науки и быта, показывая им, что есть и небо. То есть мы романтики с Володей. И я благодарен тебе за этот эфир, за то, что ты раскрыл свой мир и показал нам всем, какие потрясающие возможности для профессионального роста и исследования, открытые прямо сейчас, и за приглашение достойным и желающим людям в эти двери войти. Я благодарен вам всем, дорогие участники нашего эфира, за ваше внимание, горящие глаза, за терпение, за поддержку, которую мы чувствуем нашего большого движения. Еще раз напоминаю, что с 1 по 3 апреля Владимир Васильевич и я, мы организуем 20-ю юбилейную конференцию Ассоциации трансперсональной психологии и психотропии в Деевом городище, замечательном месте возле Ярославля на берегу Волги. И приглашаем вас участвовать в этой конференции. А также, если вы чувствуете в себе силы, новаторство, смелость представить тезисы выступлений, статьи, мы публикуем сборник и что-то показать на этой конференции, практическую работу, теоретический доклад сделать, поучаствовать в круглых столах. Так что наша большая исследовательская трансперсональная жизнь кипит. И я приглашаю вас всячески участвовать в ней, поддерживать ее. Еще раз громадное спасибо всем за это участие в этой программе, в этом эфире. И до новых встреч. Всем хорошего, прекрасного вечера. Всем огромное спасибо. Вот если вы перед конференцией мне позвоните лично, вот и скажете, Владимир Васильевич, встретьте меня, я вас встречу на огромном 570-м Lexus LX, и мы с вами прокатимся по Волге с ветерком. Он развивает 220 километров. По Волге можно, да? Да, 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 да. И у вас точно будут трансперсональные переживания, очень мощные. Какой же русский психолог не любит быстрой езды, да? Да, 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 да. Огромное всем спасибо, огромное спасибо, Володя. Огромное спасибо моим ученикам, которые пришли и смотрели на меня, и ученицам. Вот, всем огромную благодарность, до новых встреч, всегда буду рад. До новых встреч, счастливо, хорошего вечера. До свидания.